Не снимайте меня, я плохо получаюсь. Это, наверное, самый частый отказ, который слышат журналисты. Но в обычной жизни нас уже и не спрашивают, хотим ли мы сниматься или нет. В магазинах, кафе, на улицах, тут камеры, там камеры. Кажется, видеоглаза смотрят на нас отовсюду. Они следят за нами от самого подъезда. По пути на работу. В офисах. Знают, как мы ездим. Знают, как мы отдыхаем. А имеют ли они на это право? Скорее да, чем нет. По одной простой причине. Одно дело, когда ведется просто видеосъемка. И совершенно другое дело, когда эта видеосъемка используется. Я полагаю нормальным о том, что где-то на углу здания установленного видеокамера. Все ее видят, снимают прохожих и так далее. Но при этом это совсем не означает, что можно брать данные с этой видеокамеры и использовать стороны интимной жизни человека. Потому что человеку может быть не безразлично, что его покажут в средствах массовой информации, с кем он в этот момент идет. Как он в этот момент выглядит. А в прицел видеоглаза многие попадают не в лучшем виде. В интернете полно видео, главные герои которых ведут себя весьма неадекватно. Одних видеоглаз застукал в туалете, других в магазине или в офисе. Такие моменты вряд ли кто-то помнил, что его снимают. И уж, конечно, никто не хотел бы, чтобы в таком виде его увидели сотни людей. К сожалению, максимум, что удается сделать в таких случаях, удалить позорную запись из сети. До наказания виновных дело, как правило, не доходит. Хотя основания есть. В этой части лично жизнь граждан защищена 25-й и 28-й статьей Конституции Республики Беларусь. То есть, которая, если их обобщить, предусматривает право на невмешательство в частную жизнь человека. Первые камеры видеонаблюдения на Могилевщине появились лет пять назад. Сейчас их около полутора тысяч. Но большинство фиксирует то, что происходит внутри магазинов, кафе, на заправках и дискотеках. А вот наружных видеокамер пока не так и много. В Могилеве под вниманием видеоглаза улицы Ленинская, Болдина, Комсомольская, сквер Сороколития Победы, Советская площадь и Площадь Звезд. 17 камер выведены на дежурный пульт милиции. Тут говорят, это серьезная помощь. Сегодня единицы, где отслеживаются видеокамерами. Единицы. А город у нас с населением 350 тысяч. И представьте, сегодня какой населенный пункт. Мы для чего делаем? Мы, если закрываем видеосистему этот участок, мы передвигаем наряды вглубь. Там, где нет света, в таких поселках, районах, мы туда удаляем, чтобы наш гражданин, возвращаясь с работы, он чувствовал себя нормально. А в это время видеоглаз не хуже человеческого следит за обстановкой. Любой подозрительный предмет может увеличить до размеров кирпича. Вместе с тем, за личную жизнь можно не волноваться. Эти съемки обнародованы не будут. Нам интересно только, когда совершается правонарушение, совершается преступление. Большего никаких мы не отслеживаем ни за кем, ни за кем мы, так сказать, не смотрим. Только для обеспечения общественного порядка. Все. Свою эффективность камеры доказывали неоднократно. Помогали и в курьезных случаях. Подземный переход на пересечении Ленинской и проспекта Мира. В Могилеве он появился лет пять назад. Чтобы недорогостоящую отделку не покушали с вандалой, здесь поставили видеонаблюдение. Но и это не остановило хулиганов. Они решили похитить саму камеру. К счастью, изображение злоумышленников осталось на цифровом носителе. Именно по нему милиции и удалось найти хулиганов. Пользу камеры ценили и в спальных районах Могилева. Горно-Криулино. За ситуацией здесь следят 24 видеокамеры. Инициаторы такого мониторинга – коммунальники. Плюсы очевидны. Это и безопасность самих жильцов, и защита от вандализма. Высокое разрешение позволяет рассмотреть даже номера авто. Как показала практика, недаром. Столкнулись два автомобиля. И приходил жилец, и получил эту видеозапись, где можно было доказать свою невиновность. А главное, жители сами могут наблюдать за тем, что творится во дворе. Через интернет. И пока бесплатно. Ну, может быть, что-то случится. Можно просмотреть, что запишется там. Ну, так, наверное. Ну, для машины, может, хорошо. Для детей, если, не дай бог, что-то случилось с ребенком, и вот поискать его. Ну, у меня, например, машина во дворе, поэтому, как бы, это хорошо, я считаю. Если что, то можно обратиться, что-то увидеть. Потому что в том году у меня стекло разбили. Но есть люди, которые в таком дворе жить бы не смогли. Те, кто страдает психокомофобией. Проще говоря, фанически боится камер. Нам удалось найти такого человека. Правда, на общении с нами Евгений согласился с трудом. Да, я боюсь фото и видеокамер. Поэтому почти не фотографируюсь. Когда захожу в магазин и вижу, что работает камера наблюдения, ну, меня бросает в жар. Ладони потеют. Даже забываю, ну да, что именно хотел купить. Ну, просто, ну, неприятно, когда за тобой поглядывают. Средя за каждым шагом, не знаешь, кто сидит по ту сторону. Ну, все время под прицелом. Как подопыты кролик. Ну, ну, просто неприятно. Психологи говорят, боязнь камер – это страх публично опозориться. В этом страхе человек изо всех сил старается выглядеть лучше. Начинает волноваться и в результате ведет себя неадекватно. Но есть ситуации, когда все равно, как выглядишь и как себя ведешь. Все внимание сосредоточено не на камерах, а на малыше, который появляется на свет. Года два назад видеонаблюдение появилось и в родильных домах. Ротзалы Могилевской больницы номер один тоже оказались под мониторингом. Шесть видеокамер здесь круглосуточно фиксируют работу акушерской службы. Хотя, когда они только устанавливались, да, был такой момент, в общем-то, мы думали, что вот как мы будем под ними ходить, как мы будем там под постоянным, круглосуточным контролем и наблюдением. А сейчас этот уже этап как-то пройден, и мы спокойно работаем, как обычно. К слову, установлена аппаратура таким образом, что интимные подробности не видны. Да и за конфиденциальность записи медики ручаются. Мы предупреждаем женщин о том, что установлены камеры видеонаблюдения, и эта съемка, она используется только в медицинских целях, то есть в профессиональных целях, никаких какой-то утечки информации куда-то там. Хотя у нас были, кстати, у нас были случаи, когда приходили папы и просили дать им запись родов своих там же. Ну, в общем-то, это у нас не практикуется. Будущие мамочки совсем не против такого нововведения. В этот момент я, мне кажется, не думала ни о чем, кроме своего ребенка, поэтому камеры меня абсолютно не напрягали, не смущали. Конечно же, видеокамеры – это помощь роженицам. Если возникают какие-то моменты, то их всегда можно посмотреть. Это контролирует работу врачей, а нам, будущим мамам, совсем не мешает. А вот в Минске одна из будущих мам напрочь отказалась сражаться под объективом из эстетических соображений. В интернете ее история собрала шквал комментариев. Чем ей эта камера мешает? А мужчина – гинеколог, хирург ее не смущает? Роды – это не частная жизнь. И в них, кроме роженицы, участвует еще достаточное количество людей. И если за этими записями следят, чтобы их не опубликовали, то пусть себе ведутся. Причем в обязательном порядке и везде. Беда в том, что у нас контроля за конфиденциальностью подобных данных ни разу не существует. Придет какой-нибудь практикант Вася Пупкин, вставит флешечку в комп и пойдет гулять по ютубам очередной ужастик. Не знаю, как вам, а по мне так это даже хорошо. Мало ли врачи там про тебя забудут, а ты в обморок бахнешься. И что потом? Кому отвечать? А сама так чуть что случится не так. Всех на уши поднимешь. Тогда и в каждую машину скорой помощи тоже запихните по камере видеонаблюдения. Чего уж там. И в туалете над унитазами тоже. А лучше со всех ракурсов. Стирать границы интима так уж везде. Мы вторгаемся, произведя такую видеосъемку, в личную, интимную жизнь человека. Причем в самую, что ни на есть интимную ее часть, это рождение человека. Исходя из тех прав, которые защищают Конституцию, право на неприкосновенность личной жизни, это уведомление обязательно. И, конечно же, роженца вправе отказаться. Как это сделать на практике, это уже, скажем так, другие вопросы. На единой нормативной базе, которая была бы разработана и входила бы в единый какой-то документ, нет. То есть такого документа нет. Фиксируют камеры и криминал на дорогах. На трассах области работают 11 приборов автоматической фото- и видеофиксации. За видеонаблюдение ратуют и водители. Все чаще они устанавливают камеры в своих же авто. Не стал исключением и городской транспорт. В Могилеве такой системой оборудованы 11 троллейбусов. Да я бы хотел вообще, чтобы в общественном транспорте стоял во всех регистраторах. Потому что частные машины, я смотрю, уже процентов 30, наверное, 40. Очень тоже им помогает. Ну а нам вообще. Мы же перевозим, считайте, по 100 человек пассажиров. Водитель отвечает за 100, за жизни 100 человек. Не дай бог, какого вечера. Потом очень тяжело доказывать. Свидетели, все. А когда видеорегистратор, он как-то эти лица выступает. Интересно, что в большинство троллейбусов камеры приобрели сами водители. Как показало время, не зря. Был такой случай, подрезала мне машина легковая. Я резко затормозила. Ну, естественно, пассажиры там возмущались. Ну, а потом просмотр регистратора. И все решилось. В современном мире желание наблюдать все чаще вызывает желание быть незаметным. Дабы найти компромисс между наблюдением и вмешательством в частную жизнь, технику научили автоматически ретушировать номера машин, окна квартир и лица прохожих. Правда, найти нарушителя в таком случае намного сложнее. Человек настолько озабочен собой, что порой забывает, что он не главный герой фильма, а скорее массовка. И что съемки в общественном месте нацелены в первую очередь на безопасность. И если уж кто-то и попадает в объектив в неприглядном виде, то виноваты в этом совсем не камеры. Редактор субтитров А.Семкин